Ребята, я бы хотел вас пригласить мою беседу в ВК, которая называется «Разборка с 818 плюс смс без регистрации». Это беседа старая, весёленькая, поэтому нас очень мало, и поэтому если вы подпишетесь на эту беседу, то у нас станет больше, и там будет актива больше, и будет интересно. А сейчас пока что, если вы не подписались, то там очень скучно, поэтому, пожалуйста, спуститесь в описание, где там все ссылочки на всякие мои разные сайты, или чё там, не сайты, а фейсбук и тому подобное. И поэтому найдите эту «Разборку с отчимом» и подпишитесь. Будем все вместе разбираться с этим отчимом. Ссылочка. Слышишь? Ссылочка в описании на эту беседу. Ну или через группу «Подпишись на эту беседу». Отвечаю, потом будет весело, если подпишетесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хай всем, с вами Старк, и сегодня я решил просто так поиграть в Dimity DB3, потому что у нас давно на канале не было этой игры. Ну как? Была подборка, но там это всего лишь подборка, и эта игра особо касалась только на втором месте. Ну, короче, в принципе, не важно. Сегодня мы проиграем просто, как я обычно играю в Dimity DB3, когда я захожу, деньги нарублю для роликов, которые я снимаю, для эволюции машин. Ну, вы знаете, такие вот ролики, которые у меня по 500 тысяч просмотров уже набирают эти, где я крызовики, обзор снимал, вот эту тю хуйню. Вот сегодня мы просто будем нарабатывать деньги, вот я постоянно здесь каждый день беру деньги, хоть всякую мелочь, чтобы нормально потом записывать все эти эволюции. Ну что ж, давайте камеру, ой, блядь, камеру, карту какую-нибудь выберем, на которая прибыльная. Я раньше говорил, что вот эта прибыльная, ну, если вот так вот считать, ну, теперь я уже на эту перешел, да, гоночную. Ибо мне, во-первых, она очень нравится мне, сначала она оптимизированная, а потом кайф кататься. Просто когда ты катаешься по этой трассе, то ты ощущаешь кайф какой-то. Я не знаю, как вам это передать, но это очень круто. Я также думаю еще, как бы, один ролик по Dimity DB3 записать. Знаете, типа, какие-нибудь популярные машины, допустим, Toyota Corolla из Initial D, сразу говорю, я не смотрел, можем на нее там написать. Ну, как написать? Короче, я хочу разные машины, самые популярные, из аниме, или из фильмов записать. Типа, вот есть S30Z в этой игре, есть Porsche, которые эти две машины к вангалскому полночу относятся. Есть также Initial D, которые там, Toyota Corolla, вот эту тоже можно все под soundtrack, аниме, вот эту все записать. Также есть Forsage можно записать, там первые части, некоторые башиды шли. Ну, Toyota Supra я под вопросом не знаю, потому что это популярно, и как бы Toyota Supra, точно такие винилы хуй получишь. Ну, к тому же, вы поняли меня. Так вот прикольно вот. Кстати, вот эта машина, если вы не знаете, это обычная полицейская машина. Просто я сделаю адекватной, чтобы не считали меня как за мусор, потому что когда за мусор, это просто пиздец. А ну погодите, че у меня звука нету? Я такой играю, музыки нету. Странно очень. Блядь, я охуел, че-то сегодня вожу. Я вообще планировал записать обзор на одну игру, очень охуенную, которую я нашел. Это как бы про бездорожье, но это не совсем бездорожье, а типа оффроуда. Ну, типа ты охуенную машину тут прокачиваешь, покупаешь, но там уже они легко проходят в бездорожье. И типа, как американские бездорожники, а русские там, как раз вот это все, это понятное дело. Я тогда хотел еще записать Матранер, но судя по тому, насколько он мне лагал, я удалил его. Потому что я помню, когда я давно записывал на этот канал фирму Симулятор, оно мне очень мало просмотров добрало. И мне пришлось записывать звук, потому что это полупиздец был. Ну, как-то вот так вот я прохожу все время. И, ну, сегодня я решил, ой, блядь, сегодня я решил для разнообразия на всяких тачках покататься и на разных трассах. Ну, давайте на супер покататься. Кстати, вот после обновления, в прошлой части, и в этой части обновления, и в прошлой части, просто машины начали прогруживаться долго. Нахуй авторы это сделали, блядь, я не понимаю, вот нахера, им что, выкат на это, или они рукожопы. Давайте вот на вот это вот покатаемся для разнообразия. Трасса, кстати, прикольная, но если ты там маленькую ошибку сделаешь на этой трассе, то все, тебе придется заново начать, потому что ты на десятое место съедешь, и у тебя прогресс трассы остается таким же, то есть, допустим, 23% все время. Короче, типа, ты срезал там, но это будет считаться как штрафной. Как-то так. Не, ну супер в этой игре прям вообще топовая, но, к сожалению, минус это то, что задний бампер мне не очень нравится. Ну, это ихний тюнинг, ну и очевидно то, что они точную копию они не делают, разработчики. Можно сказать то, что они не популярные машины сюда, блядь, нет-нет, не популярные машины сюда толкают, а как бы ретро машины, которые не особо популярны, но тоже в то время прикольны. Может, они это на потом оставят, когда игра еще стрельнет или популярны ставят, потому что Хачароку уже добавили машину. Какие там еще добавили? Пожарную машину добавили, как я увидел. Ну, вы меня поняли, в принципе. Так, что-то один круг, это как-то мало. Надо два-три круга делать. Сейчас. Что не придумаем? Ну, вот, в принципе, машина из первого форсажа, тоже на нем можно покататься. Так вот, трассу, блядь, я не знаю, что за трассу, сука, нахуй, бесит меня вот это вот. Иди нахуй. Ну, насчет супры вы меня поняли. То, что я там говорил. Можно идти мне трассу и выбрать. Мне на старой трассе вот такого не хочется особо кататься. Иди нахуй. Я на хим... Вот это трассе, которое... Где я, это, карта? Вот на вот этих вот кар... Нет, 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 нет. Блядь, а на что у меня открыто? Короче, вы поняли, на... На вот таких вот картах, где там хим... Завод. Я не хочу нахуй кататься, потому что там оптимизация говна. Можем на вот так вот покататься? Или нет? На какой можно? Я не знаю. На такой можем. Не, ну 2000 мне не жалко. И для ролика покататься... Можем. Ой, чё-то я не знаю, чё сейчас говорить надо. Просто у меня все мысли закончились. Сейчас я молча буду ехать и всё, пиздец. У меня дизлайк поставится. Тупо геймплей. Не хочется такого. Ролик я ещё хотел просто так записать, отлайн-катку по стритрейсер. Но я хочу вторую часть записать, типа, приколы, баги, фэлы. Я вчера вот пытался, хотел поиграть, нихуя не поиграл. Только в среду я хотел поиграть, не смог поиграть. В четверг поиграл. И в пятницу не смог поиграть. Я думаю, что сейчас после того, как этот ролик запишу, пойду вот сейчас вот пацанов каких-нибудь позову. И буду играть. Хотя чё я, блядь, вам говорю, когда это уже несколько дней назад снял. Блядь, сбрасывай газ нахуй. Хоть в DMTB3 похуже управление, чем в других каких-нибудь играх, но намного лучше, чем в Стритрейсер. Сразу говорю, Стритрейсер игра не для меня, потому что она мне на психику дает. Я люблю игры, где там охуенно поворачиваются. Вот как первый флот-аут. Все могут сейчас обосрать первый флот-аут, потому что там говно управление. На самом деле там охуительно управление. Блядь, я на первое место всегда ставлю. И постоянно, когда скучно, я в нее играю подурачиться или просто заново карьеру пройти. Ну реально, охуенная игра. А второе флот-аут, это как бы не для меня уже. Там краски тусклые, там машины какие-то. Ну там все потускнело, и управление все стало хуже. Все хуже стало. Ну Польша стала чё-то. Как-то так. Кстати, кто вообще сидит в ВК? Может присоединитесь к группе в ВК? Можете там мемчики присылать в предложку, я тоже буду опубликовывать. Ну реально, мемчики в группу тоже нужны, потому что я хочу сейчас оживить еще беседы в ВК и как бы там группу ВК, чтобы когда я в интернете как будто что-то искал, какой-нибудь мемчик интересный. Ну у меня мемчики аморальные получаются. Я нашел какой-то интересный мем, но мне некому отправить, и я в группу отправляю, чтобы вы посмотрели, что за прикольный мем. Посмотрели, посмотрели. Вдруг понравилось. Ибо мне некому из друзей отправлять мимо. У меня друзей нету, как пидоразъебадый школьник. 18 лет скоро, а у меня до сих пор нету друзей, как пидоразъебадый. Ну а беседу это, когда есть искусство, с кем-то по-разговару тоже. Ну дискорд уже невозможно с моим телефоном, потому что я, блядь, в большей степени зависаю в ВК. А телеграм, ну телеграм, я вообще, мне он нахуй не нужен. Я старую версию ВК установил, потому что новая версия, это все, это все шлак. И старые версии намного лучше новых. Но там единственный минус, это, блядь, ты не видишь, записывает он голосовое сообщение или печатает, или нет. То есть ты, блядь, сидишь, прочитал, сука, он мне пишет или нет. И все, хули, теперь ты должен нервы себе вытрепливать. То есть прокачивать. Так, ну знаете, я хочу вот эту вот машинку взять. Ну только уже в дерби поиграть. Как в Рекфест. Кстати, кое-что уже исправили. Видите, какие тут карты добавили. Я не знаю, что это за карта. Давайте оттестим. Ну на 7 игроков. Ну точнее 8. Я очень, сука, хочу в Рекфест поиграть. Просто вот у меня жопа горит. Эта машина, кстати, очень сильно напоминает мне в Рекфест. Прям, вы не понимаете, насколько я люблю эту игру. Я лютый фанат, возможно, этой игры. К сожалению, там управление тоже говно. И... Ух, ебать. Машину сразу эту разъебало. И там нитро нету. Но, блядь, это разрушение. Это Врекфест. Можно сказать, что это они попиздили, как там, Бимки, но и мне вообще похуй, кто у кого спиздит. Главное, чтобы игра охуенная была. Ну, и типа говорят, что Бимка тоже хуяная и тому подобное. Но я вообще не знаю, что это такое. У меня игра на Android подобная Бимке есть, но все прекрасно знают, что Бимку на Android невозможно установить, типа найти, создать. Поэтому придется как-то на ПК прокачивать и качать. Ну, пытаться я буду этим летом всеми способами, копить на ПК. Думаю, в этот раз у меня получится. Пока что у меня в банке, ну, как вам сказать, в кошельке, можно сказать, пока что 10 тысяч. Если я за это лето заработаю минимум 20 тысяч, то я могу нормальный ПК купить, который там фирму подтянет, в Рекфест подтянет, там эмулятор на Dimension DB3 подтянет. Ну, такие вот игры. Но я хочу ПК на 40-50 тысяч. всеми способами, как я говорил, буду пытаться заработать. Ну, в принципе, и такая трасса получилась. Кстати, я единственный на этой машине был. Единственный. Насчет стрима, кстати, хотел сказать. Где-то летом, уже буду в июне, в начале, в середине лета, ой, блядь, месяца. Я хочу стрим уже провести. Кстати, вот эта машина прикольная. Блядь, ботит с меня. Но я буду копить на какие-нибудь машины. Кстати, из Молнии Макуина тоже вот эту машину будем снимать. Вроде как бы это Волга, но вряд ли это Волга. Как я понял. Ну, ладно, не суть. Какая у меня машина? Вот, сетку возьму. Блядь, я даже не знаю, на чем, на какой трассе уже покататься. Эх, может, на этой трассе покатаемся? Не, ну, в принципе, на этой трассе можем покататься. Три круга достаточно, я думаю. Один раз за сними и все, можно валить. Ну, что ж, давайте покатаемся на нашей, на моей любимой сетке. Я хочу что-то поговорить на инициал Ди. Вот, я бы хотел посмотреть инициал Ди, но я не знаю, я сразу говорю, то, что я смотрю аниме с телефона, а следовательно, с браузера. И, блядь, ебать, я подлетел. И, следовательно, если я на аниме сайтах буду смотреть в браузере, то там до хуище рекламы будет. Поэтому посоветуйте, какое мне приложение скачать или какой мне YouTube канал посоветовать, чтобы посмотреть хотя бы инициал Ди. Ну, конечно, не самый первый инициал Ди, а хотя бы с более хорошей графикой или рисовкой. Потому что посмотрел я релиз этого аниме, и это пиздец. мой минимальный старт смотреть аниме это 360 RP. Ну, вы поняли, как качество на YouTube. Вот в виде... Блядь, я не могу нормально уже сказать. Вот вы видели то, что у меня ролики в 1080. Ебать, подлите, а ну, блядь, не получилось ему помочь. Вот вы видели то, что у меня... Ну, и до сих пор видите, то, что у меня качество роликов 1080 RP выходит. И я для вас стараюсь. Но все равно лагает. Видите, для меня самое главное это FPS. Потому что в любую игру ты зайдешь на телефоне, то все равно у тебя там 1800 грамм. Блядь, вы поняли. Я хочу FPS, просто огромный FPS. как раньше было в 90W3, в Street Racer. Но, к сожалению, или у меня телефон стареет, как уже 2-3 года, или игры мощнее становятся. Ну, как-то так. Блядь, сука. И смотрите прикол, для лучшего сцепления с дорогой придется колеса ставить от бездорожья. Разве это адекватное решение? по-моему, нихуя нет. Даже ручника нет. Вот если бы ручник еще был бы, или хотя бы хоть что-то наподобие ручника, я бы просто пытался кайфовать, дрифтовать, ролик снимать по-моему, поэтому я так скучаю по реквесту. Да, и если бы я купил ноут, то я бы в большей степени посвятил игре фармак-симулятор, потому что для меня эта игра это для меня как будущая профессия, фармак-симулятор, имею в виду насчет фермы, потому что на ней у меня в игре установлено больше 210 модов, это дохуя, даже у моего друга енота и то меньше, хотя у него более качественные моды, но для меня это там есть моды, которые типа понравился что-то из модов, точнее что-то из модов мне понравился, то я и устанавливаю, мне похуй, идите нахуй, я хочу на этом моде кататься, работать, вот как-то так. Давай, давай, катись, катись, катись. Хорошая, в принципе, машина, но она до 3600 не разгоняется, ну, это, в принципе, логично, это же V8. Кстати, кто-то из вас наткидывался, точнее, наткнулся на канал с экспериментом, как один мужик там ставит на DT-65 трактор японский двигатель V8. вообще, кто за этим следил, следит до сих пор, вот, отпишитесь, пожалуйста, комментарий, на тайм-код этот поставьте, еще. Мне просто интересно, вот, экспертов тоже, блядь, я че, все это время микрофон говорил, блядь, успел, пиздец, охуенный, токийский дрифт, если честно, получается. Ну, 13 тысяч, 52 тысячи уже, в принципе, что у нас там, школьный автобус может пойти дальше, где у нас тут школьный автобус, видите, как тут все хуево прогрузит, прогрузил, прогрузил, это грузится, вот, короче, школьный автобус, красный для детей, какой-нибудь желтый цвет нормальный есть, нет нормального цвета, уберите нахуй это все, нам чистый автобус нужен, у Као V8 дизель есть только, ну, и колеса нам нехуй ставить, так заебись, вот такой автобус у нас будет на обзоре, ладно, всем спасибо за просмотр этого ролика, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, всем спасибо, ай, блядь, я повторюсь, ладно, всем удачи, всем пока, пока, субтитры сделал DimaTorzok